Живая очередь на погост. Выбрать место на кладбище. Теперь выбрать место на кладбище можно будет в порядке очереди. Но какой участок достанется неизвестно. Как сегодня выяснил Дамир Гайфурин, у представителей религиозной конфессии уже есть претензии к поправкам в закон о погребении. В федеральной антимонопольной службе готовится законопроект, который коснется всех красноярцев. Согласно ему, места на кладбище можно будет получить в порядке живой очереди. Похоронить близкого человека или родственника можно будет на том месте погоста, который будет определен общей очередью. Антимонопольщики говорят, распределять кто за кем ляжет мера вынужденная. Распределение могиломест для любого города-миллионника проблема острая, а порой и с криминальным оттенком. Ни для кого не секрет, в Красноярске не стихают кладбищенские войны. Похоронное бюро готово закопать любого, кто составит им конкуренцию за дефицитные места у входов и аллей. Не стесняются одну могилу продать дважды, а то и захоронить, так сказать, с подселением. Только одни вот эти ирисы остались, а это вот одна игрушка. Кто хочет быть похороненным по-человечески, чиновники предложат услуги частных кладбищ, которые должны появиться после вступления в силу поправок к закону о захоронении. Пока же придется иметь дело с муниципальными погостами. В департаменте городского хозяйства говорят, на кладбище все так же можно зарезервировать места. Правда, такой участок нужно содержать в надлежащем виде и платить аренду, иначе могут теплое местечко отобрать. Также сохраняются и бесплатные места. Сейчас по существующему порядку, по факту смерти человека, то есть есть справка свидетельства о смерти, ему положено место на кладбище бесплатное. Его место и плюс еще одно в качестве семейного захоронения. То есть это бесплатных два места человеку предоставляется по факту смерти. Представители конфессии говорят, на кладбище должен быть порядок и существовать фамильная линия, потому что для религиозных людей посещение погоста обязательно. Всех умерших нужно хоронить с единоверцами, и это должны учитывать при распределении мест даже в общей очереди. Но главное, не нужно делать из похорон лишь бизнес ради денег. Раньше, допустим, кто занимался делом похоронным, у нас были специальные люди в церкви, их называли труждающиеся. Они помогали это делать. То есть изначально этот бизнес рождался как помощь человеку. Сейчас это превращается действительно в бизнес, ввязываясь в который человек может просто все свое там сбережение там оставить. Законопроект, безусловно, еще нуждается в доработке. Введение живой очереди не решит всех проблем сразу, а возможно в первое время даже увеличит. Да и частные кладбища вряд ли предоставят уровень сервиса соизмеримой с затратами. Как грустно шутят горожане, пока еще с живыми не разобрались. Чего ждать особых условий для мертвых. Дамир Гайфулин, Марат Мухамедшин, 7 канал, Новости 24.